Куда пойти учиться? Ответ на этот вопрос. Выпускники школ смогли найти на традиционной ярмарке учебных мест. В этом году, кстати, можно было найти не только предстоящее место учебы, но и сразу будущую работу. Много полезного для себя нашли и те, кто хочет трудоустроиться. Анна Герасимова уже два года назад решила, что пойдет по стопам мамы и будет врачом. Со специальностью, правда, еще не определилась. Много вопросов осталось и по институту, а вступительные экзамены уже не за горами. «Определиться с поступлением, чтобы какие документы подавать, до каких сроков, чтобы, может быть, определиться, какой лучше город, может быть, вообще город поменять, пока есть время». На ярмарке учебных рабочих мест были представлены учреждения среднего и высшего образования. Ухтинский государственный технический университет, САФУ, Арктический морской институт имени Воронина, Нарьянуарский социально-гуманитарный колледж, Ненецкое профессиональное училище. Были представлены и военные высшие учебные заведения. Кто-то в выборе будущей профессии руководствуется расчетом на дальнейшее трудоустройство, а есть и те, кто ищет романтику. Например, как курсант первого курса Арктического морского института имени Воронина Кирилл Ефимкин. «Сейчас институт – это как бы торговый. Это просто обмен товарами между странами. Также получаете там диплом, как бы иностранный. Доступ к морям по всей стране». Большой интерес вызвала специальность прикладной информатики в Нарьянмарском социально-гуманитарном колледже. Алена Мельке сама учится на третьем курсе по этому направлению и с удовольствием рассказывает всем желающим о предстоящем наборе студентов на следующий учебный год. «На базе девятого класса у нас будет специальность учителя начальных классов и также прикладная информатика. А на базе одиннадцатого класса у нас будет специальность сестринское отдело. Также у нас будет набираться на заочное отделение. Это социально-культурная деятельность и работники библиотек». Отдельный стенд представил военный комиссариат. В этом году от нашего региона выпускники могут поступить в Ольский военный институт материального обеспечения и военно-морскую академию. Но самая популярной стала секция «Примерь профессию». «В этом году у участников ярмарки появилась замечательная возможность примирить на себя профессию врача, нефтяника, спасателя, полицейского, военного и даже водолаза. Сегодня это сделаю и я». «Можно?» «Он тяжёлый?» «Дышится». 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 «Дышится водолаза на самом деле очень непростая. Вот этот баллон, он просто неподъёмный». Определиться не с местом учёбы, а работы могли и жители региона, которые числятся в списке безработных. Вакансии были представлены как от работодателей, так и от центра занятости населения. «К работодателям есть уже обращение, безработные граждане, граждане, которые просто находятся в поиске работы, приходили, обращались. И работодатели тоже пришли с реальными вакансиями. Они ищут на самом деле специалистов и готовы брать прямо вот с ярмарки вакансии». Ярмарка учебных рабочих мест стала отправной точкой. Впереди ещё целая неделя работы с выпускниками школ и учебных заведений региона. Последним предстоит поближе познакомиться с профессией. Посетить предприятия и организации, в которых они потом смогут устроиться на работу.